Добрый вечер. Мы продолжаем обсуждать тему отсутствия горячей воды, проблем с газом и перспективы по началу нового отопительного сезона. В прошлый четверг мы изучали ситуацию в Запорожье. Сегодня поговорим о всей области. Наш гость, заместитель председателя Запорожской области администрации Петр Гончарук. Здравствуйте, Петр Адольфович. Добрый вечер. Телезрителей я также приглашаю присоединиться к нашему общению. Звоните, задавайте свои вопросы Петру Адольфовичу по телефону 213-46-24. Итак, Петр Адольфович, жители Запорожской области остались без горячей воды. И на этом плохие новости, насколько я понимаю, не заканчиваются. Впереди отопительный сезон. Власть уже предупредила о том, что в квартирах будет холоднее привычного, поскольку лимиты газа в объемах минус 30% к прошлому году, если я не ошибаюсь, нам выделены. Что это значит? Насколько холоднее будет этой зимой в квартирах? Спасибо за вопрос. Но можно я поправлю немножко. Не жители Запорожской области остались без горячей воды, а жители Запорожья. И не все, а только часть. Потому что горячей воды в других городах ее нет. Была в Запорожье. И на сегодняшний день, как вы знаете, и сегодня был селектор, что практически во всех городах областных воду горячую отключили. Это первое. Но понятно, что это не самая лучшая новость, действительно, потому что нет горячей воды, и это есть определенный дискомфорт для тех, у кого нет бойлера, или тех, кто не пользуется горячей водой от Запорожья, по использованию вторичного тепла. Но действительно, я начну сначала, постараюсь кратко. Нам довели лимит газа на уровне прошлого года за минусом 30%. То есть по бюджетной сфере примерно 14 миллионов на год, по предприятиям ТК, то есть по предприятиям, которые вырабатывают тепло, довели 261 миллион и довели лимит нам по промышленным предприятиям. Лимита по населению нет. То есть население, кто пользовался газом, могут пользоваться так, как пользуются раньше. То есть лимита нет. На что это может повлиять? Первое, что сегодня по промышленным предприятиям мы работаем, думаем, что этого лимита достаточно будет, потому что как раз промышленные предприятия занимались очень серьезно на последние 2-3 года энергоэффективными проектами, и это позволит сегодня безболезненно выйти. По бюджетным предприятиям мы будем делать все для того, чтобы максимум сделать перевод на альтернативные источники тепла сложнее по жилью. Но первое, что я скажу, что холодно не будет, потому что лимита на отопление достаточно. Холодно может быть только там, где не будут заниматься утеплением. То есть подъезды, окна, двери, в подъездах не отсечены чердаки, не отсечены подвалы, топятся встроенные, пристроенные помещения, в которых никто сегодня не работает и так далее. А это ложится на плечи жильцов или власть поможет, может быть, финансово? Ну, смотрите, тоже буду объективно говорить. Идеальный вариант, когда есть ОСББ, и там эта проблема не стоит вообще, потому что они уже давно утеплили подъезды, они давно застеклили окна, даже поставили энергосберегающие окна, и с этим проблем нет. Сложнее там, где дома находятся на балансе ЖЭКов в городах и в Запорожье на балансе оснований. Понятно, что здесь сложнее, потому что у власти вряд ли найдется сегодня, у городской власти, такое количество денег, чтобы обойти все, отремонтировать. Хотя они будут делать все для этого, но без помощи жителей это сделать невозможно. Но даже это не страшно. Я боюсь другого, что если завтра власть найдет деньги, зайдет, отремонтирует подъезд, отремонтирует, застеклит окна, то нет гарантии, что через два дня они разобьют двойные двери, не побьют стекла и так далее и тому подобное. Потому что в доме нету собственника. Вот это основная проблема, которая есть. Вы же видели, поставили новые скамейки, через неделю, через две поломано, разломано, выбито и так далее и тому подобное. На такое никогда денег не хватит. Петр Адольфович, но все же 30% нам экономить нужно. На чем мы будем экономить в области? Ну, сегодня отработана система и, как вы слышали на селекторе, что в Запорожской области отметили как одну из лучших. Но мы пока на сегодняшний день не очень довольны результатами. Почему? Скажу. Нам довели 30% и под этих 30% мы должны предложить мероприятия. Конкретно пункт номер один, пункт номер два, пункт номер три. То есть первый пункт, который мы считаем, что он вполне объективный, реальный, это то, что нам разрешили, дали право начинать и оканчивать отопительный сезон на основании собственных решений, то есть органов местного самоуправления и областной власти по согласованию с Министерством региональной политики. То есть не будет такого уже, что три дня холодно, потом мы включаем отопление и топим квартиры, когда на улице плюс 18, плюс 15. То есть это значит включим в середине ноября? Нет, я так бы не сказал, но объективно, если взять все годы, которые были, то реально отопительный сезон начинается 1-5 ноября. Но если будет холодно, то безусловно, что мы начнем протапливать, никто в холоде никого держать не будет. Но это очень важный фактор, потому что мы в прошлом году топили уже в октябре месяце и нас заставляли в конце сентября топить. Это первый фактор. Это что касается оргтехмероприятий. Дальше. Я в августе и в сентябре месяце Запорожье отключила горячую воду. То есть тот лимит, который был, он сохранился. И мы сегодня наставим, чтобы этот лимит перебросить на зимнее время, для того, чтобы немного хватило для горячей воды. Это вторая часть экономии. И самое главное то, что сегодня, над чем мы работаем, это технические мероприятия, это главное, да, то, что можно сделать. Это замена котлов, замена горелок и так далее и тому подобное. Ну и по бюджетной сфере, я уже говорил, что это установка котлов на альтернативном топливе. И мы сегодня работаем над тем, что мы уже говорили, чтобы была шестидневка и перенести зимние каникулы. То есть это тоже дает определенный эффект для, ну, немножко сокращения тепла. То есть сейчас школьники будут учиться шесть дней, зато зимой отдыхать целый месяц? Ну, у нас получается 16 суббот. И, естественно, получается как раз 16 дней январь. То есть можно, есть два варианта. Но я опять же говорю, чтобы меня правильно поняли. Я пока говорю теоретически, потому что все будет зависеть от сложности зимы. Есть вариант еще другой, что мы понимаем и прогноз видим. Если, к примеру, мы будем понимать, что март теплый, то логичнее перенести каникулы на февраль месяц, чтобы с 1 февраля прекратить отопление, а уже с марта начать школу, тогда уже действительно будет экономия. Потому что каникулы в январь месяц, они не дают такой большой экономии, потому что все равно школы надо протапливать, если будет холодная зима. Поэтому пока теоретически так. Как будет практически, я на сегодняшний день не могу ответить. Может быть, в марте нужно будет делать каникулы. Мы будем считать, но мы обещаем, что мы будем делать это разумно, чтобы не нанести вред ни учебному году, ни детям. Мы уже знаем и сталкивались с вами, что есть суровая зима, и все равно мы детей оставляем дома, правильно? Поэтому мы постараемся это объединить. Ну, есть еще некоторые другие варианты по снижению расходов газа, но это уже, так сказать, технические, над которыми мы работаем. Но основное это организационные такие мероприятия, которые дадут наибольший эффект. У нас первый телефонный звонок. Здравствуйте. Вы можете задавать свой вопрос. Алло. Добрый вечер, спрашивайте. Добрый вечер. Я звоню с военного городка. У нас теплотрасса сверху. Военный городок. Возле аэропорта. Да, в чем проблема? Трасса наполовину открытая. Теплотрасса открытая. Как будет вопрос решаться с теплом? Потому что большая часть тепла уходит на улицу. Улицу греем. Спасибо. Ну, я, что касается теплотрассы военного городка, не знаю. Я запишу и скажу городу, потому что это зона ответственности города. И, конечно, если она открыта, это непорядок. Но вам, уважаемый телезритель, скажу и всем телезрителям, чтобы знали баланс теплопотерь. В теплотрассах теряется 8% тепла, а 82% теряется через окна и двери жилых домов. Чтобы все понимали, что, да, это нехорошо, что теплотрасса открыта. Это неправильно. Но, вообще-то, основные потери через окна и двери и стены зданий и сооружений. Петр Адольфович, одно из ваших предложений по экономии газа – это снижение норматива отопления жилых помещений. Сколько градусов в квартире в школе или детском саду будет теперь считаться нормой, если будет это принято? Ну, во-первых, немножко вы неправильно сказали. Смотрите, есть, рассматривается вопрос сегодня в кабинете министров и Министерства здравоохранения, чтобы снизить температуру, нормативную температуру на 2 градуса в жилых домах. Это с чем связано? Что это связано с температурой теплоносителя. То есть на сегодняшний день температура теплоносителя рассчитана на температуру квартиры плюс 22, плюс 23 градуса. Поэтому для того, чтобы выйти на температуру теплоносителя, который бы давал температуру квартиры 20-21 градус, то теплоноситель должен быть меньше на 5 градусов. Поэтому на сегодняшний день рассматривается такой вопрос, чтобы снизить температуру нормативную. Это не значит, что температура будет, квартиры будут греть теперь на 16 градусов. Поэтому это достаточно сложный вопрос. Но имеется в виду, что если в исключительных случаях, как женщина, например, говорила, теплотрасса, или есть квартира, в которой в доме может быть 20 градусов, но в какой-то квартире может быть 16 градусов, из-за того, что там не чистилась давно система отопления, забиты батареи и так далее и тому подобное, то естественно, что теплосеть должна будет приехать и устранить этот недостаток или записать, по крайней мере, на следующий год. Но тогда это не будет считаться нарушением. Потому что квартиры, если будет принято такое, будет плюс 16, значит это не будет считаться нарушением. Петр Адольфович, а в связи с такой жесткой экономией, не возникнут ли проблемы у жильцов, которые пользуются газовыми колонками? Ну, есть такое предположение, что, смотрите, есть колонки разного образца. Есть колонки, которые рассчитаны на большое давление, а есть колонки, которые рассчитаны на маленькое давление. Поэтому я бы рекомендовал сегодня владельцам всех колонок на всякий случай пригласить мастера, чтобы он подрегулировал сегодня. В принципе, наши колонки рассчитаны на самое маленькое давление. То есть, если есть газ в комфорках, то, в принципе, достаточно для того, чтобы работал котел. Но это может быть только в том случае, если будет снижено давление до экологического уровня, то есть минимального. Но пока, по крайней мере, таких предупреждений для нас нет. Но мы, и, в принципе, чтобы жители понимали, тех слушая, что, потому что вокруг этого, когда мы говорим, что, пожалуйста, закройте двери, закройте окна, проверьте котлы, проверьте комфорки, все сразу начинают, о, это все, значит, газа не будет и так далее. То есть, возникает вопрос, что тогда мы не должны вообще говорить об экономии. Об экономии мы должны говорить, но все должны понимать, что мы будем делать все для того, чтобы не нарушить привычный график отопления. Но и все должны прекрасно понимать, что если вдруг снизится отопление, вернее отопление, а давление газа, то мы должны быть готовы. И не стоять, как у разбитого корыта, что вот вы нас не предупредили, мы не знали. Поэтому мы эту работу ведем для того, чтобы все жители еще раз пересмотрели. Начинаю сначала, прочистили газовые печки, посмотрели котлы, сделали ревизию колонок, если они в квартире есть, проверили окна, проверили двери, проверили подъезды, чердаки, подвалы. То есть, все, что бы проверили, тогда мы будем понимать, что мы подходим к зиме во всеоружии. Это нормально. Сегодня сложное время. И просто жить на широкую ногу с давлением газа, который будет превышать нормативы, ну, это, наверное, было бы неправильно даже так и думать. Когда в Запорожье отключили горячую воду, все жильцы, независимо от наличия бойлера, должны платить двойной тариф за газ, если нет счетчика. А счетчик – это удовольствие не из дешевых. Выходит, семья мало того, что потратилась на приобретение бойлера, оплачивает по счетчику за электроэнергию, а теперь еще и переплачивает за газ, который она не потребляет. Но, согласитесь, несправедливо. Есть ли решение этой проблемы? Да, несправедливо, но я тоже хочу вас поправить. Не все жители, так сказать, попали в такую ситуацию. Попали жители в такую ситуацию, у кого не стоят газовые счетчики. Но, по нашим данным, это проценту 15-20 жителей города и области, у которых нет счетчика. Потому что многие уже давно научились экономить и поставили газовые счетчики. То есть, понимают, что при газовом счетчике даже можно меньше платить норматива, которая есть. Поэтому сегодня такая проблема есть у части жителей. И мы сегодня обратились в министерство, чтобы изменили норму потребления. Потому что сегодня норма потребления без газового счетчика порядка 9 гривен. А если есть горячая вода, а если нет горячей воды, то действительно она в два раза больше. Поэтому мы обратились сегодня в кабинет министров. И нам сегодня ответили, что уже над этим работают, чтобы изменить эту норму. Потому что действительно это несправедливо. Но я бы все-таки рекомендовал в любом случае ставить счетчик. Я переду слово телезрителю. Добрый вечер. Вы можете задавать свой вопрос. Телефонный звонок сорвался, видимо. Петр Адольфович. Ну вот сегодня многие телезрители слушают нас и все-таки не понимают. Покупать им бойлер, не покупать. Реально. Какую вы видите перспективу? Будет горячая вода с началом отопительного сезона? Или может быть это войдет вот так в привычку? Нет горячей воды? И нет, и хорошо. Как вам сказать честно? У меня в квартире есть горячая вода и есть бойлер. Я честно, откровенно скажу почему. Потому что я посчитал экономически невыгодно открывать кран и ждать 3-4-5 минут, чтобы сбежала холодная вода, потом пошла горячая вода. То есть экономически выгоднее, чтобы стоял бойлер. Но давать совет сегодня, покупать бойлер или не покупать, я думаю, что это лично каждого дела, каждого жителя. Каждый должен посчитать экономику сам. Потому что здесь и мы должны привыкать к тому, что надо на все вещи смотреть с точки зрения экономики, экономических цифр. Вот мне нравятся всегда наши ветераны и пенсионеры. Когда приходишь к ним домой или обсуждаешь, вот у них листочек написан, и все четко рассчитано. Это на то, это на то, это на то. Как вот мы идем в Европу, как европейцы считают. В каждой семье, я ездил по опыту, обменивался, там начинается баланс семьи. Но самое главное, что у них всегда стоит, знаете, что под номером один? Под номером один энергоносители и коммунальные условия стоят под номером один. А потом идет все дальше. У нашей же семьи вначале что идет? Все, 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 а потом в конце только коммунальные условия. Вот наши ветераны сегодня считают так. Вначале нужно заплатить за квартиру, заплатить за газ, за электроэнергию, за телефон, чтобы не отключили. Правильно? Поэтому я считаю, что на сегодняшний день нужно считать экономику. То есть смотреть выгоднее. Если, к примеру, каждый житель считает, что он за горячую воду платит столько-то, столько-то. А если он поставит бойлер, то нужно посчитать, сколько обошелся бойлер, насколько будет меньше платить за горячую воду, сколько он пользуется. Мы же сложно по каждой семье. Один кто-то горячей воды выпускает неизвестно сколько, а кому-то, допустим, 40 литров бойлера достаточно, допустим, на такое-то время. Поэтому экономнее. Поэтому реальнее и эффективнее нужно посчитать и, так сказать, для себя сделать вывод. Что касается горячей воды, будет она или не будет, то я скажу так, что мы, по крайней мере, будем делать все для того, чтобы в Запорожье была горячая вода с нашей позиции, позиции областной власти. Но есть еще позиция городской власти и есть позиция людей. Для того, чтобы была горячая вода, чтобы было отопление, в первую очередь за него нужно платить. Сегодня, как бы мы ни говорили, но город Запорожье, вот мы сегодня все говорим, что вот будет ли горячая вода, будет ли отопление, но никто не задает вопрос, а будут ли платить люди. На сегодняшний день город Запорожье является самым большим должником за газ, теплосеть, потому что самая большая задолженность жителей Запорожья перед теплосетью. Какой долг? На сегодняшний день долг области 826 миллионов гривен, это долг области 70% этого долга, это долг города Запорожья. Поэтому мы же этот фактор не учитываем, мы говорим, что может газа будет меньше, может будет отопление, но если сегодня жители не будут платить за потребленное тепло, то нам еще могут его отключить только из-за того, что нету проплат. Этот фактор нельзя сбрасывать и это очень важный фактор, на который почему-то мы не обращаем внимания. Поэтому я очень прошу сегодня нас слушать телезрители, можете нас ругать за то, что мы говорим, что может быть холодно и так далее, но нужно тоже посмотреть вокруг себя и посмотреть, кто не платит и переговорить по-человечески. Нужно заплатить для того, чтобы мы были в тепле все это зимой. Может и будут ругать, сейчас послушаем, у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, спрашивайте, пожалуйста. Добрый вечер. У меня такой вопрос по поводу этих болеров и счетчиков. У меня мама живет на Бородинском, вот у нее уже болер года три стоит. Она как-то пока газ не повышался, она не касалась этого. Не было воды, она его включала, спокойно это все проходило. Сейчас в данный момент она позвонила туда в газовую службу по поводу счетчика. Ей 71 год. Чтобы установили этот счетчик, сказали, сейчас на данный момент на очередь не ставится, потому что очень большое количество записей. И счетчик стоит тысячу с чем-то, по-моему, тысячу триста с чем-то гривен. Не любой пожилой человек может в состоянии это сделать. Брать кого-то левых, тоже с газом побояться. Как быть в такой ситуации? Может быть социальные программы в Запорожской области? Ну, во-первых, есть на сегодняшний день льготы и субсидии, есть компенсационные выплаты. В данном случае нужно просто посчитать, что выгоднее. То есть, если, я как понимаю, живет женщина одна, то есть ли смысл ей ставить счетчик? Потому что она мало потребляет. Кроме того, действительно, есть социальный программ. Есть очередь действительно на бесплатные счетчики. Эти счетчики устанавливаются по социальным программам. Надо этот вопрос рассмотреть. То есть, так вот ответить сразу, как быть, я не могу. Почему? Потому что, ну, это надо в каждой ситуации рассматриваться отдельно. Если нужен вам совет более конкретный, у меня практически каждую пятницу прием. Подойдите в областную администрацию на первом этаже. Мы с вами можем поговорить. У меня завтра, кстати, два часа дня прием. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы можете задавать свой вопрос. Добрый день, или вечер. Я хотел спросить, почему не инициируется программа установки индивидуальных котелин на многоэтажные дома, а запрещается наоборот? Ведь много денег теряется или тепла теряется на передаче по коммуникациям, которые проходят под землей. Знаете, если я был бы в школе, а вы были моим учеником, я бы вам за такой вопрос поставил пятерку. Потому что вы попали в точку. Действительно, это очень правильный вопрос. И единственное, что вы ошибаетесь, что мы не инициируем. Я лично сторонник и губернатор наш сторонник того, и мы это уже не первые годы говорим, что идеальный вариант в каждом доме должна стоять своя котельная. Это то, что мы сегодня пропагандируем и то, что мы, мягко говоря, навязываем всем городским властям. Нужно ставить мини-котельную. Есть пока только одна маленькая проблема, о которой я вам скажу. Сегодня газ, который получают городские теплосети, для производства тепла для населения стоит 1300 гривен. И получается, что невыгодно сегодня экономически ставить котельную. Поэтому мы сегодня обращаемся к Кабинету министров, Министерству регионального развития, чтобы была разработана государственная программа стимулирования строительства таких котелин. Потому что действительно, я считаю, что будущее должно быть, и я уверен, это будет, чтобы на каждом доме стояла своя индивидуальная котельная, и чтобы на каждой крыше стоял бак с солнечной батареей, которая будет подогревать горячую воду. Тогда жители абсолютно не будут дома зависеть ни от теплосети, ни от стоимости газа, ни от других каких-то условий. Почему? Потому что сегодня, кто был в южных районах нашей области, на каждой базе отдыха, на каждом корпусе есть солнечная батарея, и есть бак, который подогревает воду от солнца, солнечной энергии. Вода там даже кипит. Вот такого бака достаточно на один подъезд. И экономически он очень выгодный. Но просто нам очень сложно сегодня перейти и по моральным факторам, и, наверное, по каким-то вот закомплексованности, может быть, людей, привычки, наверное. Но все равно, я думаю, что мы этот вопрос с места сдвинем. И я еще раз вас благодарю за этот вопрос. Я считаю, за этим будущее. Но пока люди массово переходят на бойлеры, и вот какой вопрос в связи с этим возникает. Так, зимой, с учетом того, что батареи в квартирах уже не будут такими же горячими, как в предыдущие годы, люди включат кондиционеры плюс бойлеры. Есть сомнение, что наши электросети выдержат такую нагрузку. Не получится так, что останемся не только без тепла, но и без света. Да, но если мы ничего не будем делать, то мы вообще можем остаться без тепла. Если всего бояться, то не надо ставить кондиционеры, не надо ставить бойлер, не надо пускать горячую воду. Безусловно, вы правы, что где-то в каком-то подъезде. Может не выдержать электропроводка, может такое быть. Безусловно, что где-то может внутренние сети не выдержать. Это вполне допускается. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что такое может быть. И сегодня Облэнерго и городские РС, грубо говоря, работают в повышенной боевой готовности. Они мы их предупредили. У нас есть штаб создан, они должны сделать запасы проводов необходимые, чтобы в случае возникновения такой проблемы оперативно повлиять на такой процесс. Потому что действительно такой риск есть. Но если этого не делать, мы же не сможем понять, где слабые сети, где сильные сети. Поэтому не надо этого бояться. Если будет, не дай бог, такая ситуация, значит мы будем оперативно на это реагировать. Петр Адольфович, а зимой может возникнуть еще одна проблема. Сейчас в Запорожской области проживают около 8 тысяч переселенцев из восточных регионов. В основном они живут на базах отдыха. Известно, что отопление там не предусмотрено. Сейчас это, конечно же, не проблема. Но что делать с переселенцами, когда начнутся холода? Изучался этот вопрос об администрации? Это очень сложный вопрос. И я бы сказал, сложнейший вопрос. Сегодня к нам приехало в Запорожскую область 420 человек. Итого у нас уже сегодня 9200 человек в Запорожской области. Но если положительнейше, 600 человек уже уехали к себе. То есть там, где уже закончилось АТО, люди возвращаются. Но есть фактор того, что вполне возможно, часть людей у нас останется на зиму. Некоторые уже детей в школу оформляют, в садики, исходя из той ситуации. Поэтому мы сегодня делаем огромную работу. И я сегодня как раз очень хорошо, что вы задали такой вопрос. Потому что мы дали задание всем территориям, чтобы объехали все гостиницы. Объехали все санатории там, где есть отопление. Например, в Бердянске, в Приморске есть санатории круглогодичные. Гостиницы у нас зимой пустуют. Мы все прекрасно знаем. Чтобы посчитали финансовую составляющую и вышли с предложением без прибыли. А чтобы по себестоимости предложили в зимнее время принять людей. Если они по себестоимости примут людей, то, во-первых, они не будут увольнять на зиму наших людей. Они будут при работе. Они не будут отключать свои базы отдыха и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня мы считаем все места. Дальше общежития, я уже повторяю, где есть свободные комнаты. Те, которые можно сдать. Люди, которые есть свободные комнаты в квартирах. Мы сегодня это считаем. И если такое произойдет, то мы будем пытаться загрузить все гостиницы. Частные, государственные, какие есть. Чтобы можно было разместить. Но, понятно же, по условной цене. Потому что государство сегодня обещает компенсировать расходы, связанные с проживанием и с расходами на коммунальные условия. Петр Анатольевич, будем надеяться, что зима в этом году будет не слишком суровой. Время нашего эфира завершается. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Телезрителям напоминаю. Вы смотрели программу. Давайте разберемся. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин